О важнейшем инфраструктурном проекте, строительстве западного моста через Волгу. Мы следим за возведением этого масштабного объекта и рассказываем вам о различных его этапах. С наступлением настоящего весеннего тепла стали заметно расти темпы работ, которые ведутся в рамках прокладки трассы М11. Кроме того, благодаря погодным условиям активизируется и асфальтирование уже проложенных участков северного обхода. Причем совсем скоро логистика заметно улучшится. Этот мост является самым большим и сложным с инженерной точки зрения объектом на северном обходе Твери. Его полная длина составляет 738 метров. При этом конструкция комбинированная. Например, пролет, который будет нависать непосредственно над рекой, будет представлять собой ортотропную плиту, то есть состоящую из пересекающихся продольных ребер и поперечных балок, приваренных к листу настила. И правая, и левая эстакады имеют железобетонную плиту проезжей части. В настоящий момент на мосту производятся работы в русловой части, бурятся сваи на опоре номер 5. Также происходит работа, это укрепление и сварка металлического пролетного строения на стапеле. При строительстве моста будет смонтировано 5,5 тысяч тонн металлоконструкций и уложено 10,5 тысяч кубов высокомарочного бетона. В данный момент здесь задействовано 250 человек и 48 единиц техники. Работы ведутся в две смены. Причем скоро еще лучше станет ситуация с доставкой асфальта. После того, как у нас растаял снег, постепенно идет наращивание что людских ресурсов, что техники. На этой неделе мы планируем запустить уже асфальтобетонный завод и приступить к укладке нижних слоев дороги с помощью асфальтобетона. Там, где проезжая часть готова, уже возводится монолитное парапетное ограждение на разделительной полосе. В целом на обходе Твери сейчас идут работы на 47 километрах из 63. Сейчас дорожники снимают растительный слой, устраивают насыпь из песка, монтируются дождевая и ливневая канализации, а также локальные очистные сооружения. Общее количество строителей составляет около 1000 человек. Применяется около 300 единиц техники.